Рахим Юлдашев Сам любит смотреть сериалы, ждет выхода фильма Дэдпул, хорошо танцует и неплохо пишет и поет песни. Работу Рахима вы можете видеть каждый день. Он отбирает для зрителей самые лучшие фильмы. А их он видел столько, что вы из-за жизни пересмотрите. Характер у Рахима соответствует гороскопу. Он парень активный и творческий. У Абзианы, скорее всего, он трудоголик. Он артистичный, он талантливый. Любит импровизировать в некоторых моментах жизни. Ну, не знаю. Любит все, что связано, наверное, с творчеством. А ты такой? Я, честно, да. Я и пробовал, и петь, и танцевать. Пробовал и на кружке актерского мастерства ходить. Если честно, я не смотрел свой гороскоп на следующий год. Скорее всего, я в это не сильно верю. Не знаю, почему. Сильно не заморачиваюсь. У меня много друзей, кто родился в год обезьяны. И мы совсем разные по характеру. Кто-то спокойный, кто-то более активный, кто-то вообще ленивый. Хотя обезьянам это не свойственно. Видеомонтажер Алибек Умербеков тоже родился в год обезьяны. Именно из-под его легкой руки выходят сюжеты молодежной редакции. Только он может создать любой невообразимый эффект. И именно он монтирует наш сегодняшний сюжет. Алибек по характеру парень спокойный, уверенный. Часто погружен в свои мысли. Иногда даже слишком погружен. Алибек. 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 Живо-снотаж. Конечно. Ну, если судить по китайской мифологии, то обезьяны это очень мудрое и умное животное, потому что красивое. Характер достаточно сдержанный. Я достаточно общительный. Ну, я думаю, я умный, мудрый. Я человек артистичный, но в основном я не люблю показывать на публике. Хотя, если будет предложение в кино, я обязательно себя попробую. Для рожденных в год обезьяны эти 12 месяцев готовят насыщенную программу. Они будут активно знакомиться, встречаться и общаться с разными людьми, посещать новые страны. 2016 год – идеальное время для людей творческих профессий. Идеи обещают много, а фантазии будут просто зашкаливать.